Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Планета Земля, 5-6 класса. Параграф 34. Реки наиболее значимые для человека водные объекты суши. Не случайно по берегам рек издавна живет основная часть населения планеты. Рек на Земле множество и все они крайне разнообразны. Река – постоянный водный поток, который течет в выработанном им углублении, русли, созданном под действием течения текучей воды. Началом реки, истоком, может быть, ручей, вытекающий из рудника, или болото, озеро, или ледник на вершине гор. Иногда истоком реки считают слияние двух рек. То есть, были две разные реки, они слились в одну реку и стали третьей рекой уже со своим названием. Бывает и такое. При впадении в море, озеро или другую реку, реки образуют устья, которые имеют разную форму. Один из типов устьев – это дельта. Самый хороший пример дельты – это у нас в России река Волга. И ее дельта в районе ее впадения в Каспийское море. То есть, видите, вот единая река, вот она идет. А потом вдруг она разделяется на множество небольших речек. Вот, видите, если здесь приблизиться, то можно увидеть, что здесь вообще огромное количество. Посмотрите, как они расходятся во все стороны. Вот такая вот, собственно говоря, дельта. Она, кстати, очень и очень плодородная. Здесь вот земли очень плодородные. В этой самой дельте такая вот интересная особенность. И, видите, это достаточно такое большое пространство. Есть дельта Нила, есть дельта и у других рек. Но есть и другой тип впадения рек в океан. Это когда часто встречаются устья в виде заливов, глубоко вдающихся в сушу. Эти заливы называют Губа. Опять-таки смотрим. У нас на севере такие можно обнаружить. Ну, например, возле Мурманска. То есть здесь вот есть небольшая, собственно говоря, речка. И, видите, это называется Кольский залив. Видите, какой он узкий. Он как устье реки повторяет. Как, собственно говоря, вот она река, вот она течет. И вот здесь вот раз, и она уже впала в залив. И пошла морская себе вода. Такая вот интересная особенность. Но самая большая Губа находится не здесь. Самая большая Губа, вот она. Посмотрите, Обская Губа. Это место впадения реки Обь в Северный Ледовитый океан. Посмотрите, какая она огромная. То есть вот здесь вот она речка. А дальше идет, еще впадают несколько речек. И посмотрите, какая она огромная. Прежде чем вода добирается, наконец-то, до моря. Какая большая по себе, какой вот огромный этот залив. Это Обская Губа, она огромнейшая. Протяженность реки от истока до устья – это длина реки. Причем не по прямой, а по всем изгибам, которые эта река делает. Река, впадающая в другую реку, представляет собой приток реки. Притоки, впадающие в реку справа по ее течению, правы, а слева – левы. Как определяется, где право, а где лево у реки? Очень просто. Вы должны встать лицом туда, куда течет река. Не против ее течения, не откуда она течет, а в том направлении, куда она течет. То, что справа – это правый берег. То, что слева – это левый берег. Все очень просто. Главная река и ее притоки образуют речную систему. Большие реки всегда впадают в десятки более мелких речек. Все вместе они образуют речную систему. Территорию, с которой в реку стекают поверхностные и подземные воды, называют бассейном реки. Вот на вот этом небольшом изображении можно увидеть, какой огромный бассейн у реки Волга. Он просто огромнейший. Но видно, что чем ближе к устью, тем меньше становится этот самый бассейн. А вот на вершине просто огромный. Между двумя соседними бассейнами рек проводят водораздел. В горах его легко определить, а вот на суше не очень-то. Реки называют совместным продуктом рельефа и климата. Подчиняясь силе тяжести, вода рек стекает с возвышенных участков в сторону территории, где меньше высота. То есть стекают в море. Чем больше разница в высоте истока и устья, тем стремительнее течение реки. Таким образом, рельеф определяет характер течения реки. По характеру течения выделяют равнинные и горные реки. Равнинные реки спокойные, медленные, но обычно очень-таки крупные, полноводные. А вот горные реки, они бурные, но воды у них не очень-то много. Но при этом у горных рек чаще бывают водопады, чем у равнинных. На горных реках, иногда и на равнинах, образуются пороги и водопады. Короткие участки реки с относительно большой скоростью течения, где вода перепрыгивает препятствия из-за твердых подземных пород, которые вода сама же и вымыла на поверхность, они называются порогами. Пороги очень мешают судоходству, и их обычно стараются убирать, если река судоходная. При большом перепаде высот, когда вода вынуждена падать с высокого уступа вниз, образуются водопады. Ну, самый известный, это, конечно же, не Агарский водопад, он самый большой. А вот самый высокий, это водопад Анхель в Южной Америке. Водопады, как и пороги, возникают в места, где на поверхность выходят особо твердые породы, гранит, базальт и тому подобные. Вода в реки поступает из разных источников. Реки питаются дождевыми, талами снеговыми, ледниковыми или подземными водами. У большинства рек несколько источников питания, но главный один. Например, Волга истекает из совсем маленького ручья. Ну, сложно поверить, в какой же большой рекой она в итоге становится. Тип питания реки определяется климатом. Вблизи экватора, где выпадает много осадков, реки имеют дождевое питание, и воды там много круглый год. В тропических широтах, где атмосферных осадков мало, у рек преобладает подземное питание. В умеренных широтах реки имеют смешанное питание, снеговое, дождевое и подземное. От поступления в реку воды зависит ее режим. Изменение уровня воды по сезонам года. Сезонные дожди и таяние снега и льда приводят к ежегодно повторяющемуся в одно и то же время подъему уровня воды в реке – половодью. На большинстве рек России половодье бывает весной из-за таяния огромного объема снега. Вследствие внезапных и обильных дождей на реках возникают паводки, резкие и кратковременные подъемы уровня воды. В России такое часто бывает на Дальнем Востоке. Дело в том, что там есть такая река, как Амур, Уссури. Амур – это очень большая, очень полноводная река, которая достаточно часто получает большой объем воды из-за идущих сезонных ливней, которые там тоже бывают. Они приходят к нам из Китая, из Тихого океана. И в последние годы там было уже несколько таких очень мощных паводков. Во время паводков и паводков река выходит из берегов и затопляет пойму, возвышающуюся над руслом реки часть речной долины. Разливы рек часто сопровождаются наводнениями. Вода затапливает не только пойму, но и широкие полосы земель вдоль рек, где располагаются города и села, железнодорожные и автомобильные дороги. Существует несколько причин наводнений. На реках Северо-Евразии и Северной Америки весной наводнения бывают вызваны заторами льда, когда сгрудившие гигантские льдины образуют естественные плотины, которые не успевают растаять и мешают движению воды. На реках, впадающих в моря, уровень воды может подниматься вследствие сильных штормовых ветров, но это должны быть уж очень мощные шторма. Подъем уровня воды также может вызвать наводнение. Но далеко не все, кстати, города защищены от подобных наводнений. Санкт-Петербург, например, защищен от таких наводнений специальной дамбой. Назовите основные части реки. По сути дела, это ее начало, это ее исток, это ее дельта, то есть это ее устье, и это ее, которая может быть как дельтовидной, так и заливной губой. Также к основным частям реки надо отнести русло, без которого реки не бывает. Приведите примеры различных по характеру течения рек России. Ну, например, есть река Терек, это река горная. Есть река Волга, она река равнинная. И естественно, что течение у этих рек очень и очень даже разное. Почему реки называют совместным продуктом рельефа и климата? Дело в том, что количество воды в реке зависит от климата. А вот то, какая будет река, как она будет изгибаться, какое у нее будет течение, это зависит от рельефа. Каковы основные причины и последствия наводнений на реках? Причины наводнения это либо резкое повышение количества воды, либо если возник какой-то затор. То есть, либо если были очень мощные ливни, либо если были, например, таяние снегов, так же может быть наводнение. Либо если возник какой-то затор, например, ледяной. Или в горах, где, например, обрушилась часть горной породы и тоже перекрыла реку. А последствия? Ну, последствия наводнений достаточно неприятные. Затапливаются поля, пропадают урожаи, подтапливаются дома. То есть, достаточно такие неприятные последствия у этих событий.